Слова президента сейчас активно комментируют политики, присутствовавшие на оглашении ежегодного послания. В том числе представители обеих палат парламента. Именно к федеральному собранию, напомню, обращено выступление главы государства. И вот что сказала по поводу услышанного председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Президент дал очень четкие, честные, внятные оценки международной ситуации на борьбе с терроризмом. При этом он очень жестко еще раз дал отпор турецкой верхушке, которая совершила военное преступление, назвав, что такое предательство мы, конечно, никогда не забудем. Но и внутри страны он также сказал о необходимости борьбы с этим злом, ущемляя свободу людей, не нарушая основы правового государства. Мы должны все подумать над усилением эффективности профилактики борьбы с террором. Отклики поступают и от лидеров думских фракций. Вот что они выделили в качестве главного. Он дал ответы, на мой взгляд, на все вопросы, которые волнуют сегодня политика, главу региона, работающий человек. Президент уже поставил задачу выработать меры необходимые и принять закон, который позволит использовать сегодняшнюю вот эту землю в больших количествах эффективно по прямому назначению. Что это даст? Это даст тому, что Россия выложит на рынок экологичные, чистые продукты. Прозвучала хорошая фраза, что отношения с Турцией еще не закончились, так сказать. И, конечно, в итоге, видимо, агрессор будет наказан. Но при этом без всякого пряться неоружием и без всякого такого, может быть, ажиотажа. Очень хорошо про молодежь. Мы всегда об этом говорили. Инженерные профессии на первом месте. Вот они, будущие инженеры, очень много сделали. Правильно продлеваем финансовую амнистию. Большое внимание уделено сельским хозяйством. Обеспечиваем до 2020 года полностью отечественное продовольствие нашими сельскостоваропроизводителями. То, что на два года продлен материнский капитал, это тоже очень правильно взвешенное решение. Должное внимание было уделено инвалидам, у которых у нас почти 10% нашего населения. Послание президента Российской Федерации демонстрирует уверенность в выступательном движении нашей страны. Никто и никогда не сможет это движение остановить. Блог, связанный с борьбой с терроризмом, хорошо продуман и проработан. Реальные предложения. Эта политика проводится последовательно и неукоснительно. Но ее надо подкрепить вкладом необходимым в оборонный комплекс. Хотя он отчасти издвинулся с места, но тем не менее, все, что вы видите в небо и на земле, это в основном изделия советской эпохи. Понравилась забота о детях и о школе. 50 миллиардов рублей дополнительно выделили для поддержки особенно сельской школы.